Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 754000. Вас приветствует программа «Твое здоровье» на Вектор ТВ. Я ее ведущий, врач Новополоцко-Центральной городской больницы Павел Стальмаков. Мы встречаемся каждый первый четверг месяца, чтобы обсудить актуальные медицинские вопросы. Острая сосудистая катастрофа головного мозга, инфаркт мозга или привычное название заболевания – инсульт. Тема нашего сегодняшнего выпуска. В ближайшие минуты мои коллеги-врачи-неврологи расскажут о причинах возникновения опасного состояния, о первых симптомах, путях профилактики и принципах реабилитации после него. Инсульт стремительно молодеет во всем мире, равно как и заболевания, приводящие к нему. Такую информацию сообщает Всемирная организация здравоохранения. В Беларуси этот диагноз все чаще ставят мужчинам и женщинам после 40 лет. Нередки примеры, когда острое нарушение кровоснабжения головного мозга происходит и у людей молодого возраста. Только в прошлом году инсульт поразил 32 тысячи белорусов, 30% из которых – молодежь. Что такое инсульт и в чем причины его возникновения? Инсульт – тяжелое смертельно опасное состояние, возникающее при внезапном остром нарушении кровоснабжения клеток мозга, в результате которого происходит отмирание участка мозговой ткани с развитием общемозговой и неврологической симптоматики. Инсульт является не отдельным самостоятельным заболеванием, а тяжелым последствием прогрессирующей локальной либо общей патологии сосудистого русла при различных болезнях сердечной и сосудистой системы, к примеру, атеросклерозе. С латинского переводится инсульт как удар, нападение, напор. И таким образом главный признак этой проблемы – это внезапность, острота, появление симптомов. Итак, инсульт – это внезапное появление симптомов поражения нервной системы, которые для отца сохраняются более 24 часов в результате острой поломки мозгового прообращения. В мире каждую минуту от этого заболевания умирает 10 человек. В Беларуси же на сегодняшний день в зоне риска находятся 2 миллиона человек, а случаев сосудистой катастрофы головного мозга в 2-2,5 раза больше, чем в европейских государствах. Переходя к статистике, стоит отметить, что только в минувшем году в Республике Беларусь инсульт поразил 32 тысячи человек, 30% из которых – молодые люди. Если раньше инсульт касался людей преимущественно за 70 лет, то сегодня около трети инсульта можно встретить в возрасте от 20 до 65 лет. Благодаря современным исследованиям, доступности методов исследования современных инсульт, сегодня диагностируется у детей 5-6 лет. Существует два основных вида инсульта – ишемический и геморрагический. Они имеют принципиально разный механизм развития. Ишемический и геморрагический инсульт занимают соответственно 80% и 20% от общей совокупности инсультов. Ишемический инсульт – инфаркт мозга. Обусловлен нарушением проходимости церебральных артерий, приводящим к длительной ишемии и необратимым изменениям мозговых тканей в зоне кровоснабжения пораженной артерии. Ишемический инсульт чаще наблюдается у лиц старше 60-летнего возраста. Чтобы глюкоза и кровь поступили в мозг, нужно, чтобы были полноценные сосуды. Если просвет в сосуде нарушается, существует какое-то препятствие в сосуде, то формируется ишемический инсульт. Эксперентально доказано, что можно получить на 100 грамм в минуту около 55 миллилитров крови. Если кровь поступает около 18 миллилитров и меньше на 100 грамм в минуту, то в нервные клетки входят уже в состояние такой заторможенности, входят в функциональные нарушения. Геморрагический инсульт вызван патологическим, а травматическим разрывом мозгового сосуда с кровоизлиянием в церебральной ткани и характерен для более молодой категории населения. Чаще 45-55 лет. Возникновение геморрагического инсульта связано в основном с патологией сосудов, вследствие которой сосудистая стенка утрачивает свою эластичность и истончается. Подобными сосудистыми заболеваниями, провоцирующими истончение стенок сосудов, являются атеросклероз сосудов головного мозга, системные воскулиты и коллагенозы. Целость стенки сосуда нарушается, и кровь изливается прямо в мозг. Тем самым происходит повреждение нервных клеток окружающих и формирование клинического синдрома инсульта. Наиболее весомыми факторами возникновения инсульта выступают артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и атеросклероз. Способствуют развитию обоих типов инсульта неправильное питание, никотиновая зависимость, алкоголизм, острый длительный стресс, особенно для молодого поколения. Фактором риска, встречающимся преимущественно у женщин, выступает ожирение, у мужчин – алкоголизм. Повышен риск развития инсульта у тех лиц, родственники которых перенесли в прошлом сосудистую катастрофу. При возникновении катастрофы сосудов головного мозга необходима незамедлительная медицинская помощь. От этого в большей мере и зависит дальнейшее развитие заболевания и в целом прогноз на жизнь пациента после. Однако инсульт коварен. Не каждый сможет распознать его начальные этапы. О первых симптомах инсульта смотрите далее. Какие функции – мыслительные, двигательные или речевые – будут нарушены у человека, зависит от области поражения мозгового вещества. Заболевание характеризуется появлением неврологических признаков – очаговых и общемозговых. Очаговые симптомы напрямую зависят от зоны поражения мозга. Если пострадал участок мозга, отвечающий за двигательную активность, то клиническая картина представлена параличом половины тела, либо гемипорезом или порезом руки или ноги. Могут наблюдаться нарушения зрения, речи, потеря равновесия при движении, глазодвигательные нарушения. Если брать поражение бассейно-позвоночных артерий, то там можно увидеть такие симптомы. Прежде всего, это головокружение, нарушение неустойчивости в ходьбе, нарушение координации в конечностях, нарушение слуха, нарушение глотания, двоение в глазах, косоглазие. К общим мозговым симптомам относят сонливость или, наоборот, возбуждение, потерю ориентации в пространстве и времени, оглушенность, кратковременную потерю сознания, сильную боль в голове с тошнотой или рвотой, вегетативные проявления, частое сердцебиение, чувство жара. Если повреждается левая полушария головного мозга, то, соответственно, за счет перекреста повреждаются правые конечности. Если повреждаются правые полушария, то повреждаются левые конечности за счет перекреста. Это же касается и чувствительных нарушений. Это же касается и нарушений нижней части лица. При подозрении на инсульт следует сделать быстрый тест, попросить больного улыбнуться. При инсульте приподнимется только один уголок рта. Попросить поднять поочередно левые и правые конечности. При инсульте больной может поднять только односторонние конечности. Если любую из команд больной не выполнил, нужно как можно раньше доставить его в больницу. Чем раньше установят точный диагноз и начнут медицинские мероприятия, тем благоприятнее будет прогноз. До приезда бригады медиков больного необходимо уложить на спину, положить под голову и плечи подушку. Градус подъема головы не больше 30%. Освободить от тесной одежды, не давать что-либо пить и есть, так как могут быть нарушены глотательные рефлексы. При рвоте, проявляющейся обычно при геморрагическом инсульте, голову больного склонить на пух, чтобы он не захлебнулся рвотными массами. В случае потери сознания, затруднения дыхания, остановки сердца, начать делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Острый период инсульта считается наиболее тяжелым, особенно первые 2-3 недели. Состояние больного усугубляется нарастанием общемозговых и дислокационных симптомов, прогрессированием отека мозга. И только где-то через месяц у пациентов отступают общемозговые симптомы, остаются очаговые, восстановить которые будет труднее всего. От степени их восстановления будет зависеть дальнейший прогноз. О путях профилактики инсульта и реабилитации после него смотрите прямо сейчас. Исключить факторы риска – первый шаг на профилактическом пути недопущения возникновения инсульта. Речь идет о тех обстоятельствах, которые человек может контролировать самостоятельно. Ограничить употребление алкоголя, отказаться от табакокурения, увеличить физическую активность. Один из простейших, но весьма действенных способов профилактики, замечают врачи-неврологи. Измерять артериальное давление. Артериальное давление – это, кажется, самый грозный фактор. И наличие его не всегда известно пациенту. Это может быть даже такое непроявляемое собой состояние. Поэтому очень важно измерять давление. И если оно оказывается повышенным, необходимо применять все меры, чтобы его устранить. Надо помнить, что лечение артериального давления должно быть систематическим и пожизненным. Еще один важный фактор – масса тела. Медики отмечают, что люди, страдающие ожирением различной степени, больше подвержены риску развития опасных хронических заболеваний, провоцирующих возникновение острых сосудистых катастроф, инсультов. Правильное питание, ограниченное употребление жирной, сладкой, соленой пищи не только приведет в порядок внешний вид, но и поспособствует снижению риска развития инсульта. Доказано, что при хроническом стрессе в организме выделяются такие вредные, так называемые стрессовые гормоны, как адреналин и норадреналин, которые приводят к сужению сосудов, к хроническому сужению сосудов, к нарушению обменных процессов, к нарушению обмена холестерина и тоже отложению бляшек. Необходимо учиться радоваться жизни, находить какие-то положительные моменты в окружающей обстановке, это будет помогать. Что касается реабилитации после инсульта, то основной ее цель является помощь пациенту в восстановлении утраченных способностей. Например, возвращение нормальной речи, возможность самостоятельного передвижения и бытового обслуживания. Для того, чтобы достичь желаемого результата, стоит строго выполнять следующие правила. Упорство, систематичность и выполнение основных принципов реабилитации. К основным принципам относятся раннее начало, затем комплексность реабилитационных мероприятий, в которые входит лечебная физкультура, овладение навыками ходьбы, передвижения, бытовыми навыками, применение электростимуляции мышц, которые утратили свою функцию, массаж, точечный и избирательный массаж, который необходим. В лечебные мероприятия также входит медикаментозное активное лечение. Реабилитологи отмечают, что помощь в восстановлении должна исходить не только от медицинских работников, но и от родных, больного и в большей степени моральное поддержание. Именно психологическая поддержка, исходя из практики, чаще всего в разы ускоряет выздоровление и помогает пациенту справиться с бедой. Так что следует набраться терпения и помочь своему родному человеку. На сегодня все. Берегите нервы, избегайте стресса, придерживайтесь здорового образа жизни. Помните, что положительные эмоции – это залог здоровья и успешного лечения. Берегите свое здоровье. До встречи в октябре. КОНЕЦ